Недавно в турецком Кимере обнаружили несколько трафаретных рисунков на стенах недалеко от набережной пара котов, полумесяц турецкого флага, пегаса и цифра 13, а ограждения для автомобилей превратились в яркие мухоморы. Оказалось, здесь не обошлось без креатива мурманского художника и дизайнера Валентина Петрова. Каждый раз, когда я отдыхаю в каком-то новом месте, в новой стране, мне хочется не только наблюдать на то, как развивается искусство в этом регионе, в этом месте, но и также нести какую-то свою маленькую лепту, какое-то произведение. Каждый из них имеет смысл. Множество кошек на городских улицах – негласный символ Турции. 13 – любимое число и количество проведенных на берегу Средиземного моря дней. А шахматных пегасов художник подвязал к участию во всероссийском конкурсе «Арт-патруль». Чёрные и белые, они, соответственно, олицетворяют добро и зло, а шахматная доска – это жизнь, поле, на котором они сражаются. Иногда твои трафареты становятся достоянием, например, арт-галерей, как это было в Черногории. Там я изобразил символ города Колы – это кита с лицом человека. Освященный для жителей Таиланда слон и спустя пять лет красуется на набережной Паттайи. Валентин – профессиональный дизайнер и декоратор трафаретной техникой рисования увлёкся 10 лет назад, но одним жанром вальчента – это творческий псевдоним мужчины – не ограничивается. Скамейка такса появилась в Мурманске во время прошлогоднего фестиваля «Рост». Так он увековечил своего домашнего любимца. Разноцветные грибы на улице Кнеповича и возле филармонии – тоже его рук дело. Прямо сейчас добавим ещё немного креатива мурманску и нарисуем на стене вот такую касатку. Она уникальная, такая есть только в Териберке. Точно. Валентин не прекращает творить. Кастомизация вещей, создание инсталляций и рисунков поднимает настроение не только ему, но и мурманчанам. И кто знает, возможно, эта небольшая касатка на стене вентиляционной шахты вырастет в полноценный мурал. Евгения Гречуха, Андрей Бричко, ТВ21+.